Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий Книга и вы смотрите новости Ленинского городского округа. Сегодня выпуски вы увидите. Состоялось очередное 79-е заседание Совета депутатов Ленинского городского округа. Мы соответствующие изменения вносим в свое положение. В Лопатинской школе открыли очередную парту героя. Это человек отдал самооценное, что есть. Это жизнь. Заместитель главного врача Видновской клинической больницы Тимур Осанов встретился с жителями территориального отдела Булатниковская. Диспетчер на той стороне определяет, экстренная ситуация направляет в скорую. Если ситуация не экстренная, направляет к нам. Главными темами ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию стали развитие страны, социальная повестка и специальная военная операция. Отдельно стоит отметить заботу о людях, прежде всего о многодетных семьях и программам материнского капитала. Сейчас семья при рождении первенца получает право на выплату в размере 630 тысяч рублей, а при рождении второго ребенка еще на 202 тысяч рублей. Размер материнского капитала регулярно индексируется. Программа материнского капитала действует у нас до начала 26-го года. Предлагают также продлить ее как минимум до 2030-го. Другая важная инициатива, которая касается семей – возможность переиздать ЕГЭ по одному из предметов до конца приемной кампании в ВУЗы. Также запустится новый федеральный проект «Семья». Предлагаю дополнительно помочь субъектной федерацией, где уровень рождаемости ниже среднероссийского. Стратегическая задача – обеспечение поддержки военнослужащих, находящихся на передовой. А именно – обучение, предоставление дополнительных возможностей для самореализации и помощь родным. Также государство планирует достичь уровня средней продолжительности жизни в 78 лет к 2030 году. В дальнейшем, как мы и планировали, предстоит выйти на уровень 80+. Особое внимание нужно уделить сельским территориям, регионам, где продолжительность жизни пока ниже, чем в среднем по России. На решение этих задач будет нацелен национальный проект «Продолжительная и активная жизнь». Также поднимались вопросы социальной газификации, поддержки малого и среднего бизнеса и создания комфортной городской среды. На повестке дня очередного 79-го заседания Совета депутатов Ленинского городского округа стояло три основных вопроса. Какие – узнаем из сюжета Натальи Буслаевой. В начале заседания заместитель главы Ленинского городского округа и начальник финансово-экономического управления Лариса Калмогорова доложила депутатам о внесении изменений в бюджет муниципалитета на 2024 год. Предлагается считать уточненным бюджет Ленинского городского округа Московской области на 2024 год по доходам в размере 16 млрд 627 млн 38,5 тысяч рублей, по расходам 17 млрд 990 млн 721,8 тысяч рублей, с дефицитом 1 млрд 363 млн 683,3 тысяч рублей. Также Лариса Калмогорова отметила, что на 2025 и 2026 годы по доходам и расходам бюджет сбалансирован. Внесенные изменения подтвердили и в контрольно-счетной палате. Внесение отдельных дополнений в муниципальные нормативно-правовые акты. И эти предложения фигурируют в заключении контрольно-счетной палаты и разосланы по направлениям к курирующим подразделениям заместителям главы округа. Далее внимание народных избранников было сконцентрировано на вопросе по утверждению структуры администрации и переименовании финансово-экономического управления. Уважаемые депутаты, вы знаете, что 8 февраля у нас 2024 года изменилась структура. В части моего направления были переданы полномочия в администрацию. Это экономическая политика и тарифная политика. Поэтому мы соответствующие изменения вносим в свое положение. Председатель Совета депутатов Станислав Райченко проинформировал собравшихся о новом формате заседаний. Теперь после официальной части будет проводиться парламентский час, в рамках которого народные избранники могут напрямую обратиться к главе округа. Вместе с заместителями в прямом эфире полчасовой дискурс, разговор о нашей проблематике. Одной из первых обратившихся к главе с вопросом от жителей стала депутат Мария Гаевская. От жителей у нас много поступает. Помню нашего моста, жилья на Зеленодорожном, на станции Растобой. Открыли его, но насколько я так люблю, мы его открыли с недоделками. Есть обращение от жителей, это уже что-то уже сломано. Для того, чтобы дать жителям возможность чуть раньше уже им пользоваться, мы открыли его во временном исполнении, то есть до ввода его в эксплуатацию. У нас есть такая возможность, по согласованию с министерством мы это делаем. В завершении встречи Станислав Катаров подчеркнул, что прямой диалог с жителями – главное направление работы депутатского корпуса. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. В Ленинском городском округе продолжает осуществляться проект «Парта героя», реализованный по инициативе партии «Единая Россия». В Лопатинской школе открыли парту Владимиру Хрепакову, бойцу СВО, доблестно исполнившему воинский долг и посмертно награжденному орденом мужества. Это шестая парта героя, открытая в округе. Второй раз она посвящена военнослужащему, который отдал долг родине в зоне СВО. Заместитель главы Ленинского округа Иван Гетман выразил неоценимую силу духа бойца и его самоотверженность. Этот человек отдал самое ценное, что есть – это жизнь. Жизнь за правду, справедливость, за наше с вами благополучие, спокойствие, героизм человека. Он должен всегда нам напоминать о цене мира и свободы. Владимир Хрепаков был мобилизован в октябре 2022 года. Пройдя через контузию и сложную операцию, он вернулся на поле боя. Опорой стали жена и дочь, которые ждали его возвращения. Но Владимир погиб при исполнении воинского долга в августе 2023 года. Ему было 40 лет. «Когда родился мальчик, родился защитник наш. Это вы должны, каждый мальчик, наверное, должен это понимать. А мы, деточки, мы всегда должны быть верными спутницами и надежными пыльом. Его память, конечно, то, что в школе вот эта парта очень важна для меня, важна для дочки и, я думаю, что важна для нас, для всех». В Лопатинской школе учится дочь Владимира Хрепакова – Саша. На открытии парты героя она прочитала стихотворение Александра Суворова, посвятив его своему папе. «Когда-то папа мальчишкой был, учился тоже в школе, но когда вырос, на войне служил и стал для нас героем». Каждая парта героя служит напоминанием о подвигах людей, которые отстаивают свободу нашей страны и борются за её счастливое будущее. Ученики Лопатинской школы поддерживают идею проекта. Это не только дань уважения, но и память для следующих поколений на все времена. «Люди, которые отдают жизнь за нашу свободу, за нашу страну, достойны уважения и не могут не стать героями». «Я считаю, каждый человек должен понимать, что это земля, на которой он родился, и должен защищать её. Я считаю, что люди должны знать героев России, патриотов России, и их имена должны быть увековечены». Военнослужащий Владимир Хрипаков служит примером патриотизма и любви не только к своей семье, но и ко всему народу, за интересы которого он отдал жизнь. Заместитель главного врача Видновской клинической больницы Тимур Асанов встретился с жителями территориального отдела Булатниковская для того, чтобы ответить на вопросы здравоохранения, а также рассказать о нововведениях в медицинском учреждении. Более подробно расскажет наш корреспондент Юлия Стаферова. В Ленинском округе продолжается серия встреч руководителей учреждений здравоохранения с местными жителями. Такие открытые диалоги помогают руководству лучше разобраться в проблемах, которые интересуют пациентов. Одна из таких встреч состоялась в территориальном отделе Булатниковская. Её провёл заместитель главного врача Видновской клинической больницы Тимур Асанов. «Если заболел человек у нас в посёлке Измайлово, тот терапевт может прийти домой или надо в скорую звонить?» «Есть категория срочный вызов и неотложный или первичный. Срочный – это скорая медицинская помощь, это какая-то экстренная ситуация. Когда вы делаете вызов, звоните или в 112, это экстренные службы, или в 122, это колл-центр губернатора, вы сообщаете жалобы, и там диспетчер на той стороне определяет, экстренная ситуация направляет в скорую, если ситуация не экстренная, направляет к нам». Кроме того, на встрече Тимур Асанов сообщил жителям о строительстве новых медицинских учреждений на территории муниципалитета. «Такие новые объекты будут строиться у нас в деревне Сопроново, вблизи города Видны, возле улицы Берёзовая, большая поликлиника смешанного типа на 750 посещений, и самая большая поликлиника в Московской области на 1000 посещений смешанного типа, в микрорайоне Пригород Лесное, село Мисайлово. Кроме того, и ряд мелких объектов также будет на территории округа». Такие встречи с населением планируют заранее. Всю необходимую информацию можно найти в открытых источниках. «Оповещения проходят нашими традиционными методами, это в социальных сетях. В этом вопросе нам ЖКХ помогает, вывешивая объявления на подъездах, на входных группах. Ну и, собственно говоря, посёлок здесь не такой уж и большой, и все между собой взаимодействуют, контактируют. Ну и в группах, в чатах близ расположены деревень, сёра и посёлков». Жители отмечают большую пользу от проведения мероприятий в подобном формате. «Я думаю, что такая встреча очень продуктивна, очень внимательно, во-первых, отнеслись к нашим просьбам, да, и рассказали нам в доступной форме, я, например, очень внимательно слушала, и всё понятно, что впереди нас как бы ожидает». Следующая встреча пройдёт в марте, о дате и месте проведения сообщат на официальных страницах в интернете. Юлия Стофёрова, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. Сегодня у нас в гостях президент спортивного клуба «Металлург» Валерий Нефантьев. И мы поговорим о старте нового мотобольного сезона. Здравствуйте, Валерий Георгиевич. Добрый день. Да, сегодня у нас первый день весны, значит, уже подготовка идёт вовсю. Расскажите, как проходит, как готовятся спортсмены? Ну, в этом году команде уже 52-й год, то есть 52-й сезон, она начинает готовиться к новому спортивному сезону. Мы, как всегда, его начинаем, чисто спортивный вариант мы начинаем с января месяца, но в декабрь месяц готовим мотоциклы. Поэтому вот второй месяц пошёл чисто такой общей физической подготовки. Это плавание, лыжи, тренажёрный зал, атлетическая подготовка и плюс спортивные игры в разных местах. Плавание проходим в седьмой школе, спортивные игры во дворце спорта, тренажёрный зал, атлетическая подготовка на стадионе «Металлург». Поэтому по две тренировки в день, в девять и в три каждый день. Если сейчас подготовка уже вовсю идёт, то скажите, когда же у нас первая игра? Вот как раз у меня перед глазами лежит календарь, начинаем мы в апреле, домашние игры у нас 26 и 28 апреля, две первые домашние игры. Это чемпионат России? Это чемпионат России, да. А с первого мая по седьмое в городе Винном федерация поддержала просьбу администрации, будет проходить Кубок России. То есть в двух зонах участвовать будет 10 команд, одна первая зона будет в городе Винном, вторая зона в городе Коврове. Пять команд здесь и пять команд в Коврове. Затем играют сначала однокруговой турнир, потом две команды из Коврова и две команды из Винного встречаются, финальная часть будет Винном. То есть полуфинал и финал, шестого полуфинал, седьмого мая финал. Очень интересные игры, я надеюсь, потому что команды тоже по-серьёзному готовятся. И Кубок России, он второй по значимости после ЧПТ, но тем не менее, будет проходить с первого по седьмое мая. Особенность в том, что в нашей зоне будет участвовать впервые команда из ДНР, из города Инакиево. Но она теперь уже российская зона, поэтому будет «Союз-3». Это команда, в общем-то, с большой историей и традициями. Но долгое время она не участвовала, или как начались вот эти изменения на самой Украине, они в первенстве Украины не участвовали, они остались в зоне Донецкой. Поэтому они впервые будут в этом году участвовать в Кубке России. Сейчас прозвучит, наверное, достаточно странный для вас вопрос, как для руководителя команды. Какие задачи и цели на сезон? Я понимаю, что всегда одна цель – победа, но тем не менее. Это вопрос хороший, он, можно сказать, даже интересный. Я привожу всегда, много лет, ну, 50 лет. В позапошлом году командировал 50 лет. Я всегда привожу. Вот начало становления «Металлурга» было задано Павлу Федоровичем Гаевским. Когда мы при подготовке к сезону приходили к нему вот так же на беседу, он всегда команду принимал и говорил, ну, как выступите? Он же, Павел Федорович был, вот такая рука огромная, звезда героя, коммуникабельный мужчина. Я ему говорю, Павел Федорович, только когда мы выше «Люга» вошли в 75-м году, я говорю, ну, там же, ну, в пятерочку, думаю, войдем. У нас там Черкессия, Листа, Полтава, Рига. Он говорит, Павел Федорович, почему в пятерку? Я говорю, ну, команды, у них что, 4 руки и 3 ноги, и почему? Они такие же мужики, значит, только первое место. Вот будет первое место, будем говорить там о различных льготах и благах, поэтому ничего не признаю, только первое место. За 50 лет ничего не поменялось. Да, и вот мы успели в 79-м году, когда мы впервые стали чемпионами Советского Союза, последняя игра, насказ, в Полтаве была, мы, правда, там в ничью сыграли, но это было достаточно для того, чтобы стать чемпионом Советского Союза. И когда Павел Федорович, к сожалению, уже был болен, мы пришли к нему на теперешнюю улицу Гаевского, поднялись к нему всей командой, он уже лежал, болел, поднялся с нами, пригубил шампанского по бокалу, и ровно через месяц, к сожалению, умер. Но вот его эти наставления, его пожелания, вот команда 50 лет уже работает, 52 в этом году работает, и, в общем-то, перед каждым сезоном было направлено только за первое место. Ну что ж, желаем вам победы, только победы в этом году, ну и впрочем, как и всегда. Спасибо большое, что нашли время и пришли к нам на эфир. Я напомню, что у нас в гостях был президент спортивного клуба «Металлург» Валерий Нефантьев. В рубрике «Афиши» мы расскажем вам о том, как можно провести выходные дни. 2 марта в субботу в центре «Дельфин» поселка Развилка пройдет первенство по плаванию между воспитанниками на кубок Ивана Гирева. Приходите поддержать юных спортсменов. Начало в 11.00. На сцене научного центра Музея-заповедника Горки-Ленинские состоится показ спектакля «Аленький цветочек». Мероприятие для детей и их родителей. Начало в субботу в 12.00. Всем любителям скорости и адреналина добро пожаловать на закрытие зимнего сезона по гонкам на выживание на трассу «Казачий дозор» в воскресенье в 12.00. А во Дворце культуры «Видное» 3 марта в 14.00 концерт Оркестра русских народных инструментов имени Глейхмана с программой «Мелодии весны». Главный дирижер Александр Лисовец. Билеты на сайте и в кассах ДК. Проведите выходные интересно и с пользой. На сегодня это все новости. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин